Девушки отдыхают В Гомеле проведен основной этап оперативно-профилактических мероприятий Только за первые пять дней этой специальной акции МВД из нелегального оборота удалось вывести около 160 единиц огнестрельного оружия Специалисты уже отметили рекордно высокий процент граждан, которые в этом месяце добровольно сдали милиции незарегистрированное оружие и боеприпасы С чем это связано пока неизвестно, однако систематичность проведения арсенала каждый раз позволяет все большему количеству людей узнать, что добровольная сдача оружия не преследуется по закону О том, как разоружается население, расскажут наши корреспонденты В отделе криминалистических экспертиз области только за минувшую пятницу оружие набралось столько, что работы по его исследованию хватит на несколько недель Как только сентябрьский арсенал стартовал на территории Гомельской области, люди стали сдавать оружие гораздо активнее, чем когда-либо ранее Среди винтовок, охотничьих ружей, обрезов и пистолетов встречались и самодельные экземпляры, доработанные владельцами Это пистолет Токарева, калибра 7,62 мм, времен Второй мировой войны Пистолет был изъят в ходе плана арсенал в одном из районов области Наша задача провести баллистическую экспертизу и решить вопрос, пригоден ли он для стрельбы, потому что в его конструкцию внесены, конечно, самодельные изменения Экспертиза оружия, независимо от характера происхождения, проводится в баллистических лабораториях И нередко здесь решается судьба его владельцев К примеру, если незарегистрированное оружие было изъято в ходе обыска, а эксперты признали его пригодным для стрельбы, то дело дойдет до суда Так что лучше позаботиться о том, чтобы не попасть в неприятную историю Спецмероприятие «Арсенал» как раз и дарит такую возможность Хочу напомнить, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие в органы внутренних дел, освобождаются от ответственности С 14 по 18 сентября жителями Гомельской области было добровольно сдано 115 единиц незарегистрированного оружия Из нелегального оборота выведено более 2000 боеприпасов и 163 взрывных устройства Как сообщают в МВД, следующий этап спецмероприятия «Арсенал» запланирован на февраль-март 2016 года Пребывание на проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов – неоправданный риск, напоминают в госавтоинспекции В Гомельской области количество наездов на пешеходов в связи с сокращением светового дня в последнее время увеличилось Каждую неделю оперативные сводки пополняются фактами подобных дорожно-транспортных происшествий Последний пример – наезд на пешехода в Добружском районе ДТП произошло на трассе М-10 в трех километрах от границы с Российской Федерацией 53-летний водитель автомобиля Санк Йенг наехал на пешехода, который неожиданно вышел на проезжую часть В результате пеший участник дорожного движения получил травмы, несовместимые с жизнью Кстати, это уже второй случай за последнюю неделю, когда на трассе М-10 в темное время суток погибает пешеход Хотелось бы обратить внимание пеших участников дорожного движения, быть более осмотрителями на дороге Использовать в темное время светоотражающие элементы И, конечно же, понимать, что автомобиль мгновенно остановиться не может Лучше подождать, пропустить, пусть автомобиль проедет Только тогда, когда вы чувствуете себя в безопасности, только тогда переходить дорогу Если смотреть сквозь призму суровой статистики ДТП, то именно недостаток внимательности на дорогах Главная причина большинства происшествий Недавно в Гомеле водитель большегрузного автомобиля МАЗ, забыв поставить машину на ручной тормоз Протаранил на ней детскую игровую площадку Самовольно начав движение, грузовой автомобиль нанес повреждения двум иномаркам и снес качели К счастью, никто не пострадал Тем временем под городом Ветка оперативники задержали фуру, с помощью которой владельцы пытались вывезти в Россию стадо быков Сотрудники пограничной группы совместно с милицией остановили грузовой автомобиль в районе населенного пункта Перелевка В прицепе машины находилось 26 молодых быков 56-летний водитель большегрузной машины рассказал, что вез животных в Российскую Федерацию Однако необходимых документов на вывоз при себе у него не оказалось Стоимость живого груза была оценена в 165 миллионов белорусских рублей Животные изъяты, проводится проверка Схема движения на отдельных гомельских улицах в последнее время кардинально изменилась Ликвидированы некоторые пешеходные переходы на Советской, Интернациональной и Рогачевской Водителям несомненная выгода А вот пешеходы в более сложной ситуации О правах самых юных участников дорожного движения рассуждали в гомельской средней школе номер 27 Руководство госавтоинспекции и управление внутренних дел пообщались и с самими школьниками и с их педагогами Прежде всего постарались понять, какие трудности возникли с изменением схемы дорожного движения на этом участке Выяснилось, что место тут оживленное, поэтому нужны дополнительные меры Знаете, у нас есть пример нерегулируемого пешеходного перехода на Докутович Я знаю по собственному опыту, что пока не махнешь рукой, никто не останавливается Также педагоги выразили благодарность за возведенное вдоль Рогачевской улицы со стороны школы ограждение Дополнительно предложили установить шлагбаум на подъезде к бассейну Там, по словам педагогов, довольно оживленное движение автомобилей, чьи владельцы к школе или бассейну отношения не имеют Но главная просьба вернуть светофор на пересечении улиц Песина и Рогачевской и установить дополнительный на Песина и Докутович Основная часть предложений, конечно же, не угрожает безопасности дорожного движения В части нарушений правил остановки стоянки транспорта вблизи школы, но вблизи территории школы, но на самих пешеходных переходах Единственное предложение в части улучшения движения пешеходов – это дополнительная установка пешеходного светофора Начальник госавтоинспекции Гомельского областполкома Игорь Макушенко взял эти просьбы под личный контроль Было обещано, что некоторые из них будут решены в ближайшее время В очередном рейде с сотрудниками полка патрульно-постовой службы милиции побывала наша съемочная группа Накануне выходных вместе с экипажем милиции она отправилась на патрулирование железнодорожного района областного центра В итоге за четыре часа работы лишь один вызов, но зато какой – разборка с элементами рукопашного боя неподалеку от автовокзала Гомеля Трое молодых людей после драки в кафе выясняли отношения Наши корреспонденты расскажут, чем закончилась история Челюсти мне сломали Кто? Кто вам сломал челюсти? Вызовите в скорую Сейчас вызовем в скорую Чтобы задержать этих людей, милиции пришлось выиграть спринтерский забег по преследованию нарушителей Который начался неподалеку от кафе и закончился на территории автовокзала Перед погоней милиционеры заметили, как в подворотне двое напали на одного А чего вы тогда его вдвоем одного избивали? В чем вы его избивали? Ну я же прекрасно видел, как вы вот здесь вот прямо на улице его ногами по голове ударяли и прочее Трое участников конфликта и трое потерпевших У кого синяк, у кого сломана челюсть, у кого ушиб головы Оказалось, что потасовка имела предысторию Конфликт зародился еще в кафе Я там еще парень, девушка Смысл попросил, кто-то из нашего стола у них сигарету Они сказали там походу, если на бухло находится, найдете ли они сигареты Я говорю, вы послушайте, вы думаете, что мы бомжи, что мы сигареты не найдем? Я говорю, у меня сигареты есть, о чем вы говорите? Они начали свое удергивание и понеслась Кто кого ударил первым, вопрос риторический Обе противоборствующие стороны обвиняют друг друга Однако поводом стали обидные слова Молодой человек, который здесь сидел, он на него напал Из-за чего? Вас оскорбили? Они вдвоем на меня накинулись, даже подведя там кафе все Да даже строители Он мне стулом по голове секанул Какую область? Сюда? Вот сюда, вот даже шишки есть, две штуки Видимых телесных у вас нету там? Нету, потому что я увернул, я умею просто Как известно, после драки кулаками не машут Но проигравшие ребята решили поставить под сомнение народную мудрость Вернулись в кафе уже с подмогой Приходит он ко мне, пойдем поговорим Я говорю, да не вопрос А я говорю, я никуда не пойду Он говорит, ну если не пойдешь, я сейчас пришлю своих людей сюда Я говорю, ладно, я пойду Я взял две руки зажигалки Вы понимаете, о чем я говорю Они превышают удары Я говорю, хожу, тут стоит пацан какой-то Пошли поговорим, ты что, брат, ну это с кем разговариваешь И все, меня сюда отвели Я говорю, слушайте, я с вами разговаривать не буду Если он пацан, он сам разбьется за свои вопросы Все, я начал отходить, и они начали меня бить Впрочем, ответный удар один из нападающих Все же пропустил и заработал перелом челюсти Долго ждать скорую не пришлось Прибывшая в опорный пункт милиции бригада медиков Оказала потерпевшему необходимую помощь В итоге мужчина заявил, что его травма имела бытовой характер происхождения Врачи повезли бойца в больницу, а в милиции продолжили разбирательство Но никто из участников инцидента так и не написал заявление Это была последняя информация выпуска Смотрите де-факто по четвергам и пятницам на канале Беларусь-2 И помните, ваша безопасность в ваших руках До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова